Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осецкая, канал о вязании, обо всем, что связано с вязанием. Посмотрите, какая у нас сегодня красота! Какие красивые деревья! У меня сегодня второй день отпуска. В образовании новое положение, оно, по-моему, с 2019 года. Если ты не болеешь год, то ты имеешь право три дня взять отпуска. Плюс к отпуску или в любое время. Это профсоюз от себя делает такой подарок, такой жест, потому что ты не болеешь. В 2019 году я не стала брать отпуск, потому что пандемия, долго сидели, были на удаленке, мне вроде как-то было неудобно. Но коллеги брали, и я решила, что в 2020 году я тоже возьму. И вот я взяла у меня вчера, сегодня и завтра. Три дня отпуска. Но мои биологические часы этого не поняли, и в половину пятого прозвонил колокольчик. Но я себя не позволяла, не позволила встать так рано. Я встала в пять. Не в полпятого, я встала в пять. И когда я глянула в окно, то там вдалеке было разлито молоко. Вот видите, какое оно до сих пор такое. Туман. Туман и мороз. Вот сотворил такое чудо с нашими деревьями. Ну красота, да и только, правда? Вообще очень красиво. Идешь как в сказке. Вот там, где много деревьев, идешь как в сказке. Ну и день сегодня у меня получился, ну почти как в сказке. А для этого было несколько причин. Я сегодня расскажу только об одной. Растяну удовольствие, растяну себе хорошее настроение. Появилась эта сказка у меня вчера, когда мне в вайбере пришло сообщение о том, что меня ждет вот такая вот упаковочка на почте. И я вчера не смогла сходить на почту. Хотя у меня здесь идти пять минут до почты, но я вчера очень устала, занималась проблемами семейными. А сегодня утром я побежала на почту. Собрала вот эту вот, вот эту прелесть, эту радость. Что там, я не знаю. Я честно не открывала. Я вот, видите, никогда не вскрываю. Там где-то в тишине, в кустах. Я всегда смотрю. Показываю на камеру. И вот я сегодня прибежала, получила эту посылочку и поехала по делам. А назад я шла. Надо было меня видеть. Я получила ее в 10 утра, пришла домой в 3 в начале 4. У меня ноги заплетались. Мне так было неудобно и тяжело, но я ее получила. И знаете, давайте мы раскроем, и я вам расскажу, что за фея мне прислала эту посылочку. Совершенно неожиданно, нежданно, негаданно. Я вообще, я была просто поражена и, честно говоря, удивлена. Я вот все собиралась, собиралась собрать посылки девочкам, бандировать себе в подарочки. Я накупила всем открыток. Это единственное, что я смогла сделать. Потому что, ну, времени у меня просто не хватало. И на работе много времени, и проблемы были очень большие на работе. Мне вчера Алла, моя подруга вязальная, канал ее называется «Бабушкиное счастье, внучка и вязание». Она мне вчера говорит, ну, у тебя все решилось, все уже, ты можешь вздохнуть. Ничего не могу вздохнуть. У меня проблема не решилась. Не знаю, когда она решится, но сейчас мы о ней не хотим. Не хочу я говорить, потому что у нас, у меня отпуск, у нас каникулы, у нас праздники. И давайте посмотрим, что там. И я вам расскажу, кто у меня, кто мне прислал эту посылочку. Шуршать пакетом буду. Я вообще люблю, когда шуршат пакеты. Вы уж меня простите. О, вот такой тигр здесь, вот такой тигр. А знаете, я по секрету расскажу, что это мой год тигр. Я родилась в год тигра. Вот. Вот такой вот тигр у меня есть. Замечательный, очень красивый пакетик. Так. Ну, конечно, ну, конечно. Кстати, я сегодня купила себе три шоколадки. Ред. Очень вкусный шоколад. Я его очень люблю. Спасибо большое, моя дорогая феечка. Но я же должна все-таки сказать, кто это мне подарил. Давайте до конца вытащу и расскажу. Опа. Вот. Вот сколько мне подарков. Вот такой удачи в новом году. Сигрулечка. Я почитаю. М-м-м, как это мило. Мило, знаете, что? Мне написали, солнце мое. Так мило вообще. Ой, а написала мне это? И все вот эту красоту мне прислала. Это счастье. Хорошее настроение Ира Полевода. Моя визуальная подруга. Ира Полевода. Ну, Ира мне прислала тигров во всех вариантах. Мой портрет. Мой портрет. Вот знаете, я не люблю кошек. У меня кошка Лиза, она живет у меня уже 12 лет. Это, по-моему, первая кошка, которая живет у меня вот так долго. Я не люблю кошек, наверное, потому что я сама тигр, сама такая дикая кошка, поэтому я не люблю кошек, не диких. Ну, и что тут? Ой, Ирина. Да, забыла сказать. Ну, я думаю, что вы все знаете Ирину Полеводу. Канал ее так и называется, Ирина Полевода. И сейчас закончился у нее два проекта, которые я даже не сомневаюсь, что будут продолжаться. Первый проект – сезон готовых работ. Кстати, я участвовала у Иры в этом сезоне. Я взяла себе шесть изделий, в работу которых я должна закончить, и я уложилась. Это было так здорово. Прямо 19 декабря у нее заканчивался проект, и я 19 декабря закончила последнее изделие. Супер! И еще был один проект, который назывался «Символ года 2022». Я в самом начале связала одного тигрулечку с кривоногого, с печальными глазками. Сейчас, кстати, покажу вам. Вот этот тигрулька был связан в проекте «Символ года 2022» у Ирины. Я не люблю вязать игрушки, но вот решила связать и занять. Вот эти полосочки, которые я сделала, это я приваливала. Я показывала, как это делается. Это сухое валяние, на что Света канала «Вязальная Фегова» сказала, что он у тебя такой грустный, потому что ты ему сделала больно. Ну вот, каждый решил так, как есть. Кто-то говорил «милый», кто-то вот Света его пожалела. Я ему сделала больно маленькому. Зато он такой красивенький. Правда, нос криво пришит и лапы смотрит в разные стороны. Но всё равно он замечательный. Вот, вот такой проект был у Ирины. И я думаю, что она будет продолжать. Символ года будет следующий. 20-23. Уже Ирина говорила об этом. Она смотрела, будет кролик. Ой-ой-ой, что-то я ещё потеряла. В пакете ещё что-то. Ух ты, что это такое? Аромат. Сейчас, подождите. Надо посмотреть, что это такое. Пакетики маленьком. Аромат. Мускатель. Пахнет обалденно. Вот такой вот, смотрите. Так, давайте мы откроем, достанем. Сейчас. Так. Прямо, когда открыла посылку, вскрыла, такой запах пошёл. Ой, запах обалденный. Обалдеть. Ой, какой вкусный запах. Так. Я его вот здесь оставлю. Пусть пахнет вкусно. Потом почитаю, что здесь написано. Ну и вот, что мне прислала Ира. Йернард. Флауэр альпака. Так. 431 цвет. Что здесь? 250 граммов. 940 метров. 25 процентов альпака. И 80 процентов акрил. А нет, не акрил. Да, акрил. И из этого можно связать. Если два моточка взять, то можно связать плечевое изделие. Или из этого можно связать палантин. А если вязать... Так, не вижу. Крючок. 3-4. А спицы... Так, сейчас я посмотрю. Вот и нет. Крючок и спицы 3,5. Я почему-то думала, что крючок потолще. Ниточка такая толстенькая. Смотрите, какая она толстенькая. А в принципе, 250 грамм. И здесь... Так, где это? 250 грамм. 940 метров. Так. Это получается 370 метров с небольшим. 375, 370... Нет. 376 метров в 100 граммах. Нет. Нормальная ниточка. Вот. Очень красивый цвет. Такой светлый... Светло-светлый кофе с молоком. Даже, наверное, больше на какао похож. И потом... К нему добавляется белая ниточка. Такая светло-совсем светло-бежевая. Переходит совсем светло-бежевая. Потом переходит в белок-голубой. Вон... Вот здесь вот белый еще немножко с бежевым. А вот здесь уже белый. Вот... Голубь... И потом добавляется голубая ниточка все больше и больше. И вот здесь переходит такой красивый голубой цвет. Очень красивый цвет. Ну что, придется мне вязать палантин? Нет. Наверное, или бактус, или вот... Как его называют? Шаль. Я не ношу их, но свяжу обязательно. очень красивый. Такой мягкий-мягкий, теплый-теплый. Прям такой вот теплющий, приятнейший. Спасибо большое, Ира. Огромное тебе спасибо. А вот просто преогромнейшее спасибо за все то, что здесь написано. Так приятно. Ну так приятно. Просто вот сил нет. И вообще я хочу сказать, что я, наверное, один из тех счастливых людей, которые находятся на Ютубе. Но я понимаю, что люди разные. Я вот считаю себя очень счастливым человеком, что я открыла канал, что я попала на Ютуб, что у меня сейчас такое количество друзей, подруг вязальных. Это такое счастье. Спасибо всем. Огромное спасибо, что все есть у меня. Ирочка, я тебе уже много раз говорила. Спасибо, что ты есть у меня. Огромное тебе спасибо за все, за все. Ну все, я на этом закончу. А то, знаете, уже у меня начинаются спазмы в горле и слезы в глазах. Совсем, совсем мне это сейчас нежелательно. Мне надо себя держать в руках. Спасибо всем, кто пришел на канал, кто посмотрел вот этот, порадовался со мной этому замечательному подарку от моей подруги, от Иры Полевода. Спасибо вам огромное. Ох, какой запах. Приходите, смотрите, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И если вы подпишетесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новое видео. Ну а всем я желаю крепкого-крепкого здоровья, отличного настроения у нас с вами. Мы стоим уже на пороге нового 2022 года. И пусть он будет у всех счастливый. До новых встреч. Всем пока-пока. Продолжение следует...